Я вчера вечером пришел домой поздно, была у нас вечеринка, с товарищами мы встретились, там немножко покутили, но я не пил алкоголь, я вам признаюсь честно, я уже давно этого не делал, и я вечером лежу в кровати и думаю, сегодня будет стендап. Классно я придумал? Да? Почему бы и нет? Я всегда мечтал поучаствовать в стендапе. Я писал всем этим пассажирам, которые устраивают эти мероприятия. Не приглашают? Лысого? Да, никто не приглашает. Всех обманул, сказал, что я практик внимательности и осознанности, что сейчас будем тут медитировать. Или про медитацию я ничего не говорил? Ничего я не говорил? У меня есть такое самомнение, что у меня есть какое-то чувство юмора. Представляете? Хоть есть чуть-чуть? Маненчик. На донышке. Должно было прийти сегодня 144 человека, но пришли только вы, и значит так должно и быть. Правильно? Все в порядке. Я по этому поводу вообще расстраиваться, переживать не буду. Нельзя переживать и расстраиваться. Не то, что из-за всякой ерунды, а вообще из-за всего. Как вы думаете, почему? Опа! А для таких случаев у меня есть микрофон. Классно я. Я подготовился. Я хочу, чтобы это было прям такое. А прикинь, если было бы много народу, просто огромный толпой, такой бы кадр был бы. Мы потом смонтируем, наложим сюда, чтобы будет много народу. Нужно не стоять, да? Все. Давайте. Как тебя зовут, друг? Вадим! О чем там я спросил у тебя? Почему нельзя расстраиваться или печалиться при доникновении определенных событий? По определению определенных событий. Ну, во-первых, есть такая еще старая дедовская вещь, что все, что не делается, делается к лучшему. Так я уже сказал об этом. Да. Поэтому, в принципе, расстраиваться, что будет что-то лучше, не имеет смысла. Второй момент. Расстройство в тебе рождает отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции ничего созидать не могут. Ты переживаешь сейчас? Нет. Давай на сцену. Нет, нет, нет. Серьезно, давай на сцену. Давай. А знаешь, для чего? Да легко. Вот, ну, ты иди сюда, иди сюда. Есть как... О, смотрите, я не снял кроссовки. Вот так, косяк. Какое-нибудь ощущение сейчас испытываешь? Да. Волнительное, правда? Большое. Ну, оно прям внутри себе сидит. Есть такое. Бешеная энергия. Бешеная. Но в башке происходит еще одна история, типа, ой, что сейчас говорить? А если бы здесь было человек 40, полташка, ливер бы нормально бы трясся бы там у тебя, да? Ливер же, правильно говоря. Есть такое. Волнение. Я сегодня испытывал бешеное волнение перед тем, как прийти сюда. Потому что я не выступал на сцене, будьте нате, уже годик, наверное. Раньше был опыт. Потом забил на все это дело, стал этим блогером. Не смотрели видосы с моим участием? Слава богу. И я не выступал на сцене очень много времени. И, конечно же, я испытывал сумасшедший дискомфуз сегодня. Но можно назвать это состояние дискомфузом. Только назвать. Но если ты убираешь от этого состояния, которое ты считаешь сумасшедшим волнением, и там еще и в туалет охота. А как вы думаете, почему хочется в туалет, когда вы волнуетесь? Или только я хочу в туалет, когда я волнуюсь? Ладно, это немножко позже. Это потом. Короче, я сегодня направлял внимание только на то ощущение, которое я испытывал. Оно было в животе у меня здесь. Вот здесь вот было. Потом оно поднималось сюда. И я ни в коем случае не давал этому ощущению вот эти слова. Я волнуюсь так, с чего бы мне начать. Кстати, я еще не готовился к этому мероприятию вообще. Вообще. То есть я не знал, как оно будет происходить. И в натуре вчера вечером, я думаю, какого будет стендап. Я же приколист. Почему бы и нет? Только вчера эта идея появилась. Спасибо тебе, Вадим. Извини, что я недослушал тебя. Да, все нормально. Ну, ты сам понимаешь, во мне еще столько этого эго. Кошмар. Присаживайся, ковбой. Здравствуйте, наши новые гости. Пересаживайтесь, пожалуйста. О, кстати, с микрофоном так прикольно. Вот с микрофоном я настоящий стендапер, да? Класс? Мне кажется, что с ним, что без него. Да? Классу, как будто идет. Да, откуда это записывается на камеру? Класс. Мы видали. Семь лет назад я прочитал книжку Джо Диспенза. Знаете, такого пассажира? Прочитал, не помню, как называется, их там четыре книги. И из четырех одну какую-то прочитал. И просто я с ума сошел, ребята. Я поверил во все, что там написано. Поверил люто. За один день и со второго дня... И со второго дня я уже начал практиковать то, о чем говорит Джо Диспенза. В трех словах. Это тот ученый, нейробиолог, нейрофизик, астронавт. Правильно? И человек, который много мне рассказал о квантовой физике своими словами. И теперь я эксперт по квантовой физике своими словами. Те вещи, которые я узнал и которые по-любому знаете вы, а вы же их знаете. Правильно? Давайте просто напомню, что все, все в нашем мире, все в нашем мире, вот я, ты, этот микрофон, Андрюша со своей камерой. Все состоит из ничего. Из пространства, энергии, волны и прочей лабуды, которой мы просто не видим. И Джо Диспенза мне как-то все это прям меня впарил очень сильно. А Джо Диспенза спасибо ему, потому что другие бы ребята меня не впарили. Я человек, может быть, и носил иногда крестик, но всякие религиозные темы меня... Ну, извините, конечно, может быть, я кого-то и обижу, но немножко отталкивали. Я врубался, что что-то там мутное происходит. И один раз на площади, мне было 7 лет, стоял огромный шатер, там были свидетели. Все дружно? И головы. Да, что-то принесли мне. О, ребята, нет, нет, нет. Меня могли впарить только какие-то такие вещи, которые мне А плюс Б равно С. И спасибо этому чудесному Джо Диспензу, который А плюс Б сделал С. И он мне прям доказал, что в натуре все, вот это все состоит из ничего. И только тогда, когда мы направляем внимание на это, то есть под микроскопом ученые увидели то, что все состоит из этой волны. И есть какие-то электроны или нейроны? Электроны. И когда мы смотрим на эти электроны, они есть. Как только внимание убирается от этих электронов, они исчезаются и превращаются в волну. Но это доказано, да? Ну кто-нибудь не верит в эту лабуду, которую я говорю? Это же в натуре правда. Правда, да? То есть фантастика какая-то, про которую мы забываем, постоянно забываем. Забываем о том, что все это ничего. Все наши мысли эти, дебильные мысли и даже серьезные мысли. Эх, какие важные мысли, которые так могут сейчас изменить нашу всю судьбу и судьбу всех наших родственников и близких. Я должен сегодня об этом думать. Решать эту проблему. Все это ничего. Когда мы обращаем на это внимание, это является материей какой-то. Когда мы от этого убираем свое внимание, эта вся лабуда исчезает и превращается в ничто. Это же прикольно. Согласитесь? И я впарился в это люто. Ребята, я просто похудел за три дня, когда все это я осознал. А помимо осознавания я начал все это дело практиковать. На мелочах. Я еду домой. У меня дома жена с годовалым ребенком, которая как-то все время орет на меня последнее время. И я каждый раз, когда еду домой, я уже еду в предвкушении этого. То есть в моей голове сейчас начнется эта лабуда. И есть за что, понимаете? Есть за что. Косяки были. Я понимаю, что сейчас уже есть повод, из-за которого там пойдет какой-то гон. Там какая-то, может быть, немытая тарелка или еще какие-то, неважно что. Я это создаю. Но я это реально создаю, пока еду в машине и думаю об этом. У меня здесь все уже как бы начинает что-то потряхивать. Я уже иду открываю. Я открываю. Это воздух. Я уже чувствую этот воздух. Возможно, этого бы и не было, если бы я просто об этом не думал. И как оказалось, когда я об этом не думаю вообще, то ничего не происходит. Все спокойно, все нормально. Я еду на работу. Я, короче, работал в центре, на гостинке. Припарковаться всегда был лютый квест. И вот ты едешь, и за 40 минут до того, как ты должен подъехать к своей работе, ты думаешь о том, где сейчас это место я себе замучу. Потому что обычно я езжу еще минут 40 вокруг там всех домов, по всем пробкам, чтобы найти себе место. Так вот, когда ты не думаешь, не запариваешься по этому поводу, ты приезжаешь и место, оно находится прямо здесь. Вот прямо оно. Ты кинься, прямо около двери твоей работы. И на этих мелочах я стал понимать, что обалдеть. Вся эта хрень работает. То мое внимание, которое у меня всегда рассеянное, я цепляюсь за все просто. Вот здесь вот впарился в это, и все, вот ментально в этом сижу. Это делаю, это делаю. Но как только в голове какая-то происходит пустота, и когда происходит какое-то действие, которое ты должен как-то решить, как-то порешать, но ты с ним сильно не отождествляешься, не гоняешь, не мучаешь себе, все происходит как-то по-легкому и по-лайту. Вот это вот я осознал, и потихонечку я начинал это практиковать. Практиковать, но меня очень сильно зацепила, естественно, меркантильная сторона. То есть мое эго, моя личность подумала, теперь мы знаем, как надо жить. Теперь-то я добьюсь успеха, стану богатым, куплю себе новую машину. Тем более там Джо Диспенза, кто читал, там материализация. Вот ты должен себе там представить намерение, которое ты испытываешь, оно должно быть в голове, внутри должны быть соответствующие эмоции. Соответствующие эмоции. Ты не должен ощущать депрессию, печаль, жаль, тоску, тревогу и прочую историю. А это вообще отдельный разговор по поводу эмоций. Нельзя, совершенно нельзя испытывать поганые эмоции. Нельзя это делать. Почему? Также я для кого-то, может быть, не открою секрет, кто в курсе, кто читал эту литературу, когда мы испытываем, неважно что, депрессия, гнев, печаль, тоска и еще целый список эмоций, которые нам не нравятся совершенно, с нами происходит в организме печаль. Почему происходит печаль? Потому что те волны, которые выдает наше сердце, наш разум, они инкогерентны. Что это значит? Они пересекаются друг с другом, и та молекула, та частица в нашем теле, которая должна получить какую-то другую полезную энергию, она получает вот эту вот непонятную энергию, и из-за чего у нас начинает что-то болеть. У нас болит башка, я сильно волнуюсь. И вот мы вспоминаем про уборную комнату. При волнении дать ей почему-то хочется в туалет, потому что здесь происходит кошмар. Ты получаешь не ту энергию, которая тебе хочется. Испытывая часто эмоции гнева, стресса и всяких других этих ужасных эмоций, через 15-20 лет какая-то болезнь там-сям, уже рак, уже еще какая-то опухоль, еще и другая история. Я это увидел на своей бабушке. Моя бабуля, ну, она была несчастливая женщина. И она болела, она постоянно болела. Когда она умирала, она очень сильно болела. За 7 лет до своей смерти она люто болела. Но она была женщина, которая ненавидела эту жизнь. Она ненавидела все, что происходит вокруг. Она ненавидела моего деда-алкаша, который постоянно исполнял. Была постоянно ругань. Она ненавидела жизнь. Она страдала 10 лет своей жизни в конце, потому что она болела. А почему она болела? Потому что постоянно ее энергия была инкогерентная. Вот такое слово я выучил. Инкогерентная волна, которая есть в каждом теле, которая испытывает всю эту лабуду. Поэтому, ну, нельзя испытывать лабуду. Нельзя страдать. Ты сегодня подошел ко мне. Сказал, ой, там у меня такая движуха. Ну, ты мучаешь себя. Ты сейчас просто мучаешь себя. Зачем? Ты мучаешь свое тело, и твое тело будет дальше мучиться, оно будет привыкать к этому. Потом какая-нибудь шишка у тебя выскочит. Надо вам это? Да не надо. Поэтому испытывать все эти эмоции нельзя. Это вредно для здоровья. Вредно для здоровья. Это тоже нужно осознать. Одну хрень мы осознаем о том, что все вокруг нас ничто. И что, направляя внимание на это, это и есть. А когда мы на это смотрим, этого нет. Прикольная движуха? Еще раз я повторюсь, ученые, прям у меня есть даже классный видос в моем компьютере. И как-нибудь я его покажу, где прям очень красиво нарисовано, как ученые прям так вот смотрят на эту волну, и она превращается в кружочки. Электроны. То есть, атом, да? Мы представляем атом. Субатомные частицы, и есть эти электроны. Расстояние между ними, как между планетами. Огромные расстояния. То есть, внутри нас, внутри каждой материи, расстояние между этими частичками, этими электронами. Огромные. Просто огромные. И ученые почитали, что каждая материя состоит на 99,9999, каких-то там из ничего, и на 00001 она состоит из материи. То есть, постоянно все то, на что мы смотрим, это все то, что не является по сути материи, это является энергией, но у нас есть мозг. Классный парень. Классный ковбой, который из всего этого делает классную картинку. И мы верим этому ковбою. И все, что он нам говорит, все так и есть. Конечно, да, получается, что мы материализуем тот мир, который находится вокруг нас. Мы хотим его классно сматериализовать. Классно. Мы теперь знаем, что сейчас мы будем думать о деньгах, и все, будут деньги. Но мы не сможем думать постоянно о деньгах, потому что сегодня вот эта скотина там на работе мне это сказала. Этот пассажир мне сейчас бибикает, сволочь. Там надо еще как-то придумать, отмазаться. Там за кредит заплатить, там нужно денег еще достать. Не очень получается хорошо материализовывать, потому что в голове кашель, потому что в голове бардак конкретный. И на этот бардак мы постепенно направляем свое внимание. Оп, ладно, отдохнем. Отдохнем от работы. Надоело. Телевизор посмотрим. И все, вот ты включил этот первый канал. О, первый канал, ничего себе. Какие страсти показывают. Наверное, это неправда. Включу телеграм-канал, все, другое. Все, не хочу политики. Просто сейчас позалипаю в видосиках, в ТикТоке или в Инстаграме. На Ламоде. Я потусуюсь на Ламоде. Вот классная твоя жутуха. Все твое внимание сейчас находится там. И все, что вот мы цепляем, какие-то новости, какое-то событие, во все это мы так сильно иногда впариваемся. Ммм, с удачем. А вот ты слышал? А ты смотрел, что там происходит? И вот, вот. Мы создаем эти события. Мы создаем эти события сами, постоянно. Вот такая правда жизни, которую я осознал. Я начал потихонечку практиковать. И она работает прямо, засранка. И ты это чувствуешь на мелочах. И ты углубляешься дальше. Потом в моей практике произошел такой момент, что ты думаешь, блин, приходит какое-то другое сознание, что ладно, вот мы смотрим на этот электрон, мы его создаем. Ладно, да, это делать тяжело, потому что в башке постоянно эти мысли, какие-то события, да и порой ты отвлекаешься, потому что там случилось, тут случилось, там надо еще что-то порешить, надо поработать, еще что-то сделать. То есть, отвлекаешься. И помимо этого отвлечения, я вылетел из этой, из контекста. О чем я там говорил? Об электронах. Об электронах. И, представляете, я вылетел. Такое тоже со мной бывает. Господи, что же там я хотел сказать? Ёшкин кот. Что все работает у вас. Работает, да? Да? Работает. А, спасибо. Как вас зовут? Елена. Елена, спасибо вам большое, я вспомнил. Я опять забыл. Такое бывает в последнее время часто, что со мной происходит. И в какие-то моменты возникает какая-то и мысль, и какое-то новое осознание того, а что же это за чувак, который смотрит на все эти электроны, который все это создает. Ну да, в книжках написано там единое создание, квантовое поле, бог, там, что там еще, там же вселенная. Много. Ну, написать-то могут многое, понимаете. А вот прочухать это, ну, это же охота прочухать, и постепенно ты начинаешь как-то вот чувствовать иногда вот это что-то такое, что-то такое пустое, которое за всем этим наблюдает. То есть, какое-то есть осознавание того вот это что это. Случается. То есть, случается, и ты понимаешь, где-то приходит осознание, что вот эти вот материализованные вещички, которые ты так хотел, эго же личности, ему же понравилась вся эта информация, это про это квантовое, это все. То есть, вау, сейчас будем материализовывать, сейчас надобьемся, чего-нибудь там, сейчас знаменитым стану. И актер, кстати, всегда хотел в телевизоре выступать, никогда не брали на эти роли, представляете. В эпизоде играл там пару раз. По 10 тысяч заплатили за съемочный день. И да, эти мечты, конечно, были с детства, да, вот как-то популярным там, чтобы там туда-сюда как-то. И какое-то это происходило осознавание в этой практике, и уже не то, чтобы этого не охота, но ты где-то осознаешь, что, блин, не так уж это и главное. То есть, ты понимаешь ментально, ты прочитал книгу, ты увидел, да, все это ничто, но все равно же охота, ребята. Все равно же всего-то охота, да. Ну, я сейчас про себя говорю, я делюсь своим опытом. Но потом приходит осознание, что, блин, да ничто это так же, ничто. Потому что вот этот меркантильный взгляд на это, когда ты вроде бы пользуешься всей вот этой вот движухой, этим инструментом прикольным, который твою жизнь меняет, который материализует, ты им вроде как пользуешься, а вроде как фиг знает. И уже и не хочется вот этого вот тебе всего. Нет, хочется. Я как-то вот не могу сейчас донести вот это вот ощущение, вот что это происходит. Прогмениваться не хочется. Не знаю. Сейчас вот не рождается у меня вот это все сказать, а из ума не хочется мне выковыривать там вот эти вот всякие гипотезы. Хочется из опыта, из опыта вам сказать. Может быть, опять вспомню, Елена мне напомнит, и я донесу эту мысль до конца. Мне просто многие пишут. Я в Ютубе веду свой канал, и я контент поменял очень сильно, резко. Просто резко. Снимаю то, о чем сейчас вам говорю, и мне пофигу. Вот мне реально пофигу. И я пользовался этими инструментами, то есть как только я обо всем об этом узнал, я думаю, пойду в блогера. Думаю, я актер, сейчас буду снимать, что захочу. И я стал снимать видосы. И за пару месяцев у меня прям пошла движуха, что я уже смог зарабатывать этой темой. Там уже 100 тысяч подписчиков, 150, где-то миллион просмотров, где-то 5 миллионов. Нормальная тема. Работает. Но я так сильно отождествился со всей этой работой блогерства. И я прям, и реклама там, те хотят 20 тысяч заплатить мне за рекламу, те 40 тысяч, с тех я уже беру полташку. И все, и эти все знания про Джоди Спенза, про эту материализацию стали уседать. Уседать, и я в этом материальном мире начинал купаться. Меня начинали узнавать люди на улице, все дела, так прикольно. И потом, бац, что-то происходит, и все рушится. И думаешь, ой, что-то как-то все стало плохо, проседы, и бабок стал меньше зарабатывать. И потом ты начинаешь вспоминать. Я же был этим чуваком, который материализовал все это. Потому что, как только я залез в эту блогерскую деятельность, я подумал, сейчас я добьюсь успеха, а потом я буду рассказывать людям ту правду, почему у меня это получилось. Потому что я это сам сделал. Я направил внимание на электрон, он был энергией, и я буду все это рассказывать. Я хотел так, потому что это классно. То есть ты узнал в целом, как творится мир. То есть это классно. То есть все другие те знания, которыми ты обладал, да насрать на них. Вот это самое крутое, самое главное. О чем не знают люди, а некоторые люди знают, но забывают про это. Я думаю, вот я сейчас добьюсь типа успеха, и этим успехом я могу кичиться. То есть, ребята, вот именно таким образом я там стал блогером популярным. И так получилось, что действительно увлекшись этой профессией, я забыл про все это. И профессия, ну как и везде, есть какие-то кризисы, есть не кризисы, это абсолютно нормальная тема. И упав куда-то на жопу, ты вспоминаешь об этом, будешь, о, ты забыл про все это. Ты начинаешь дальше практиковать. То есть, ну как практиковать? Не отождествляться сильно с теми событиями, которые происходят. То, что ты до этого хотел, все как-то неожиданно получается. Прям неожиданно. То есть, как только ты выключаешь нужду, нужды нету, прям ментальной нужды нету, все то, что ты хотел, потихонечку начинает к тебе приходить. В целом, так это и работает. По ходу дела. И все, опять это приходит, приходит. И опять ты начинаешь купаться в этой всей движухе. Она тебе нравится, ты делаешь какие-то проекты. Не то, чтобы ты прям кайфарик. Нет. Ты даже можешь быть кайфариком работы. То есть, тут сидит жена, которая тебя ждала с ужином. А ты такой, я сегодня работаю. И вот ты до утра промонтировал видосы. Как маньяк какой-то. С теми событиями, которые случайно происходят с тобой. То есть, во время какого-то процесса рабочего к тебе подошли, пускай даже ребенок, и говорит, пап, ты говоришь, папа занят мультики. Можешь позырить мультики. С тобой произошло событие, ты на него забил болт. Ты на него забил. Но в осознанном состоянии ты отложишь работу в сторону и все сделаешь, что нужно для того, кто к тебе подошел. И это и дает свои плоды. То есть, ты можешь быть в целом физически с ребенком, а ментально быть тут. Нет, так не работает. Как только ты переключился вниманием вот прямо сюда, все, вот это вот уже такая жизнь идет в моменте. Она более настоящая. Но в те периоды, когда со мной лично случались вот эти вау, какие-то другие идеи, темы и действия, которые происходили, я сильно в них вливался и не видел ничего другого. Ты просто узколобый, узколобый баран, который все это делаешь, делаешь и думаешь, что это делаешь. Сейчас мы больше бабок заработаем. И все, ты находишься в этом, не работает тема. Не работает. Вроде бы три дня махал кайлом. Это непонятно, что делал. Углубился в это с головой, не работает. А к тебе какие-то другие вещи приходят, которые ты, я не хочу это. Я не буду, тебе там позвонили. Слушай, а может ты нам это снимешь? Нет, у меня есть дела поважнее. И ты делаешь свои будто бы важные дела. Хотя, если ты сейчас скажешь, ну ладно. И делаешь тему, которая в целом отстой, даже по опыту, по твоему, ты как бы понимаешь, что вписываться в это, конечно, ну так себе. Как оказывается, вписавшись в это, тебе это дает еще больше плодов. Вот это вот осознанное переключение на то, что происходит на самом деле. И я практиковал много этих моментов разных, да, чтобы вот быть в этой осознанности. То есть ум-то он постоянно же на тебя налетает, к тебе прилетает. Думаешь, бам, 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 эти кошмары происходят. Буду смотреть на тишину сейчас. Когда-то там нашел какую-то тишину, вот там смотришь на нее. Либо практики Джо Диспенза, классные практики, базара ноль, где ты действительно работаешь с энергией, со своими энергоцентрами, какие-то делаешь медитации. Но в этих медитациях, как правило, тоже можешь закопаться. Когда ты идешь домой, думаешь, так, сейчас пойду, намедитирую себе сейчас всего, сейчас я успокоюсь, и все будет хорошо. И ты приходишь домой, и тебя отвлекают. Ты залишься, потому что ты хотел помедитировать. И в итоге ты себе нашел уголок, часок свободный, и тут тебе позвонили, ты злой, как собака, что тебе позвонили. В этих медитациях тоже можно заковыряться и закопаться. И так же, как и в том, что ты хочешь чего-то себе наматериализовать. То есть ты думаешь, так, Джо Диспенза говорит, нужно намерение, и нужно, чтобы радость была. И вот ты сидишь в радости. Думаешь, сука, что же не приходит эта материализация? В этом тоже можно запариться и загнаться. То есть ты ждешь, ты нуждаешься, ты вроде бы пользуешься этим инструментом, этим божественным инструментом. Думаешь, будем неделю радоваться. И вот о неделе радуешься, и это намерение прям вот. А ничего. Поэтому в этой материализации я понял, тоже можно прямо, с ума можно сойти. Хотя с ума сойти, мы сходим с ума. Мы все сходим с ума, когда становимся осознанными. Поэтому теперь, когда мне пишут в комментариях, что Жека сошел с ума, для меня это просто комплимент. Да, сойти с ума. Сойти с ума – это прикольно. Когда ты с ним не отождествляешься умом, можно классно пользоваться, офигенно пользоваться. Это классный инструмент. Но мы им пользоваться нихрена не умеем, потому что мы слишком набрасываемся на всю ту чушь, которая происходит в нашей голове. И я за эти годы, за все эти 17 лет моей жизни выявил одну классную практику, которая, блин, она классная. Она помогает лично мне. И последнее время, я последние месяца 2-3 очень сильно впарился. Я не просто так начал снимать видосы на эту тему, чтобы просто про это не забывать. Просто не забывать о том, что делая это, постоянно, просто все кайфово. Ты не обламываешься вообще. Ты делаешь все, что происходит с тобой. И ты помнишь об этом. И когда иногда я забываю об этом, то мне помогают мои видосы, которые я выкладываю каждый день в ютубе, которые я монтирую. То есть я помонтировал, оп, чувак нормально стелит. Надо продолжать в этом же духе.